Доброе утро! Час новостей на 12-м канале. В студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Пострадали четверо детей. В выходные зафиксирован всплеск ДТП. Есть погибшие. Каждая задержка – повод для контроля. Виталий Хаценко побывал на стройплощадках двух новых школ. Где строители отстали от графика и какие заявления сделал глава региона. Поймают с поличным и накажут рублем. В Омске проходят рейды по поиску виновных в незаконном сбросе мусора. Высадили гектар леса. В Омске прошла самая массовая акция сад памяти, где появилась новая зеленая зона. Четверо маленьких детей оказались в больнице в результате ДТП в Омском районе. Женщина-водитель не справилась с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась. В момент аварии в салоне находились ее дети от 2 до 13 лет. Всех пришлось госпитализировать. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего. Между тем, в выходные зафиксирован всплеск ДТП. Так прокуратура проверит и ход расследования смертельной аварии на выезде из Омска. Водитель иномарки на полной скорости влетел в припаркованный на встречке автомобиль, после чего перевернулся. В результате столкновения на месте погиб пассажир. Пятерых пострадавших пришлось госпитализировать. По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Еще одна авария произошла на трассе Троицкая-Чукреевка. 21-летний водитель легковушки не справился с управлением и влетел в фуру. Удар пришелся на правую сторону, где и находился молодой человек. От полученных травм он скончался на месте. К другим темам. Глава региона Виталий Хаценко побывал на площадках, где строятся новые школы. Первым объектом стало будущее образовательное учреждение в микрорайоне Серебряный берег. Здесь строители отстают от графика на полторы недели. Виталий Хаценко дал указание увеличить количество рабочих на площадке. Это позволит ускорить темпы работ. Ну а в микрорайоне Прибрежный возведение школы идет по графику. На сегодня готовность объекта составляет 15%. В школе Серебряный берег. Там нужно еще дорабатывать. Подрядчик обещает до конца мая отставание 12 дней нивелировать. Будем внимательно смотреть. В конце мая, в начале июня обязательно туда также на объект приеду. Здесь, в районе Прибрежном, нормально идет строительство. Здесь у нас школа по концессии строится. Ее срок ввода в июль месяц следующего года, 24-го. Также глава региона побывал на четырех омских свалках, которые сейчас рекультивируют в рамках нацпроекта экология. На всех объектах работы идут в соответствии с графиком, а на двух в советском и центральном округах даже с опережением сроков. По словам главы региона, на месте полигона в микрорайоне Амурский-2 будет зеленая зона. Подрядчик высадит здесь деревья, а также обустроит пешеходные и велодорожки. Остальные три свалки уберут в следующем году. Там тоже должны появиться скверы или парки. Новая неделя началась из кадровых перестановок в правительстве Омской области. Виталий Хаценко назначил нового главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Место Антона Заева занял Динар Курманов. В дорожной сфере он работает уже больше пяти лет. С 2018 года занимал должность директора управления дорожного хозяйства Омской области. Этого опыта работы, по словам руководителя региона, достаточно, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед министерством сегодня. А именно восстановление и развитие дорожной инфраструктуры города и области. Омские аграрии готовятся работать от зари до зари. Посевная в разгаре ценится каждый погожий день. В круглосуточный сев включаются все районы области, чтобы закончить работу до конца мая. Большую часть сельхозугодий по традиции займут под золото полей пшеницу. В приоритете также бобовые и кормовые культуры. За три года засухи запасы кормов сельхозпроизводителей практически сошли на нет. Какие прогнозы на урожай в этом году и смогли ли аграрии обойти санкции, узнал Денис Жарков. Поля аграрного научного центра. Здесь к работе приступили одними из первых. Пшеницу сеют как в производственных, так и научных целях. В этом сезоне пока что все играет аграрием на руку. Как могло бы показаться для производственников, мы вроде рановато начинаем сеять. Но погодные условия в этом году сложились так, что запасы влаги достаточно. Плюс ко всему у нас тепло было, почва прогрелась. Всего научный центр засеет 40 тысяч гектаров. Рожью, овсом, картофелем, травами, соей и так далее. Самая кропотливая работа на научных делянках. В селекционном питомнике пшеницу сажают гнездовым способом. Хоть трактор и движется, с черепашьей скоростью бригада управится с работой за сутки. Раньше при ручном труде на это уходило две недели. Всего предстоит посеять 7 тысяч гнезд элитной пшеницы. Это исходный материал для того, чтобы отбирать новые сорта. То есть примерно из этих 7 тысяч, в лучшем случае, если до одного сорта дойдет, это будет только один. То есть вот такой объем огромный. В первую очередь мы введем селекцию по твердой пшенице. Это урожайность, это устойчивость к болезням, это качество. А еще нужны засухоустойчивые сорта пшеницы, картофель и других культур. Климат меняется, отмечают в областном сельхозе. Три года засухи не позволили животноводам заготовить переходящий запас кормов. Так что в этом году в регионе их посеют больше. Работа на полях кипит. С 10 мая 29 районов уже включились в компанию. Сеют также овощи, картофель, зерновые. Посевная набирает силы и традиционные сроки с 15 по 25, в научно обоснованные сроки, конечно, максимально будет включено в круглосуточный сев, чтобы те рабочие планы, которые были составлены, и посевная должна закончиться 28-29 мая, вот в эти сроки стоит задача. При подготовке к посевной особых сложностей у аграриев не возникло. Санкции не повлияли. 90% семян отечественные, по большей части омские. Выручает и параллельный импорт. Что касается расходников и запчастей для зарубежной техники, то и этот вопрос удалось решить. Наши предприятия сумели быстро наладить выпуск отечественных аналогов. Каким будет урожай в этом году, никто загадывать не берется, но плампся тот же не меньше 3 миллионов тонн зерна. Денис Жарков, Сергей Никифоров, Виктор Осинцев, 12 канал. В Омске начались рейды по поиску виновных в незаконном сбросе мусора. Специалисты уже побывали в Кировском округе. На одном из участков обнаружили машину, которая утилизировала бытовые отходы. Предъявить разрешающие документы перевозчик отказался, а значит будет составлен протокол, штраф по которому может достигнуть 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма будет увеличена вдвое. Подобные проверки будут теперь проводиться постоянно. Только с начала года было выявлено свыше 30 нарушителей, сбрасывающих отходы в непредназначенные для этого места. Вместо двух полос четыре в регионе расширят федеральные трассы. Речь идет о части двух магистралей в Любинском и Омском районах. Работы были начаты в прошлом году. Подрядчик уложил 80% выравнивающего слоя и установил большую часть барьерных ограждений. Зимой здесь смонтировали освещение, установили светофоры и оборудовали пункты весогабаритного контроля. Сегодня на участках отсыпают обочины и готовят строительство транспортной развязки. А на трассе Р-254 и РТИЖ также обустроят две дополнительные полосы движения и установят барьеры. Между тем, ремонтируют магистрали и в Омске. Сейчас работы идут на 10 объектах по улицам Петра, Осминина, Романенко, 50 лет ВЛКСМ, Будеркина, Серова и других. По контракту на участках подрядчик должен заменить изношенное полотно и обновить прилегающую инфраструктуру. Срок окончания ремонта до конца осени. И уже на этапе строительства за качеством работ ведется многоступенчатый контроль. При выявлении замечаний подрядчику дается время их устранить. А если он отказывается это сделать, объект просто не примут. Напомню также, что после сдачи магистрали на нее действует 4-летняя гарантия. Юбилей на плацу Омский кадетский корпус отпраздновал 210 лет со дня основания. Старейшее военное учебное заведение Сибири в свое время окончили Чукан Валиханов и легендарный генерал Дмитрий Карбышев. Всего из стен корпуса выпустились 152 георгиевских кавалеров, 80 героев Советского Союза, 10 героев России, 5 полных кавалеров Ордена Славы, 305 генералов и 1 маршал. Сейчас Омский кадетский корпус самое современное довузовское учебное заведение Минобороны страны. Материально-техническая база на самом высоком уровне. Юбилей для ребят и их родителей устроили день открытых дверей, показательные выступления и концерт. А на КПП работала приемная комиссия, где можно было подать документы. Большинство выпускников корпуса продолжают военную карьеру, выбирая профессии служения Родине. В этом году идет приемная кампания. Столько приходит маленьких ребятишек с мамами, с бабушками, с папами. Мы хотим быть кадетами, мы хотим быть военным. В этом году у нас из 63-х человек, 40 человек поступают в военное училище. Из них 17 человек будут учиться на десантинге. В Омском районе заложили сад памяти в честь героя Советского Союза Леонтия Гуртьева. Акция прошла в подгородке и стала самой масштабной из всех ранее проводившихся в регионе. В этот раз на призыв организаторов откликнулись 250 человек. Волонтеры прибыли целыми семьями и трудовыми коллективами. На площади в один гектар высадили 4000 саженцев сосны. Работали под военные песни и даже помогли подгородному лесхозу. И высадили еще 8000 сеянцев. Чтобы память о наших ученших отцах, дедах осталось навсегда. И люди приезжали сюда, радовались этим прекрасным деревьям, соснам, которые, я уверен, обязательно вырастут. С Днем Победы! Здесь везде хвойники вокруг. Опыт уже сложился в выращивании, поэтому, можно сказать, вот эти сосны, они примерно где-то в 95-96 году были высажены. Через лет 25-30 здесь будет уже хороший такой сосновый бор. В этом году горожане потеряли омскую сакуру. Фото на фоне усыпанных ранними цветами деревьев давняя традиция. В центре города особой популярностью пользуются абрикосовые розоцветы у кинотеатра «Маяковский» и сквера Дзержинского. Период благоухания этих деревьев длится не дольше 10 дней, поэтому поймать нежные лепестки в объектив фотоаппарата считается удачей. На поиски цветущих природных локаций отправилась моя коллега Наталья Змага. В сквере Дзержинского Амич Владислав нашел сибирскую невесту с белыми цветущими кистями. Специальное приложение по распознаванию растений на смартфоне выдает название необычного кустарника. Это краснолистная черемуха. Верхняя часть листвует темно-пурпурная, а нижняя светло-фиолетовая. Это редкое растение. В Омске я вот увидел ее первый раз. Здесь же есть еще и даже яблоня жозефина. Тоже не очень распространенная, тоже очень красивая, с розовым цветением. Любование природы – часть народной японской традиции под названием ханами. Чтобы юным жителям страны восходящего солнца ничего не мешало созерцать цветение сакуры, даже отменяют занятия в школах. В Омске есть своя весенняя традиция фотографироваться самыми первыми цветущими деревьями. Эту роль выполняют в центре города Маньчжурский абрикос. Деревья распускаются у кинотеатра Маяковский и напротив мэрии. Прошлой весной деревья пестрели уже в конце апреля. Сначала на ветках этих южных растений распускаются бутоны и только после листья. Буквально за несколько дней расцветают. Уже бутончики такие видны. Розовенькие? Да, розовенькие. Очень красиво выглядят, как в Японии. Чем-то похоже на сакуру, да. Говорят, что она очень красиво цветет. И в основном сюда зовут нас погулять, с ребятами посидеть, пофотографироваться. Также девчонки любят. В этом году отцветения омской сакуры пестрят лишь заголовки интернет-пабликов с непроверенной информацией. Поиски лепестков оттенков ламинго в центре города заканчиваются разочарованием. У вас компания такая прям целенаправленная? Пошли абрикосы сказать? Да, мы вчера увидели новость, что расцвел в сквере Дзержинского. Пришли, нету. Возле Майковского кинотеатра тоже абрикос. Но он еще пока не цветет. Причина потери абрикосового румянца в скверах проста. Для всех охотников за красивыми снимками уроки биологии преподает городской садовник Евгений Давыдов. Так он же не каждый год цветет. В этом году он отдыхает. В прошлом году очень красиво цвел. Все фотографировали, сами снимались возле него. А в этом году будет, может, но очень мало цветочков. Там редко где. Опытный садовод советует обратить внимание в этом году на другие редкие для сибирского города деревья. Альтернативными локациями для фото могут стать миндаль, липа и лох. Кустарник с таким названием тоже растет в сквере Дзержинского. Дело за малым. Отыскать его. Наталья Змага, Сергей Никифоров, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одногласниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12 канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. 12 канал и торговая марка Макфа с 15 по 31 мая представляют проект «Открывайте красоту России. Омск. Вояж». Шаг 1. Смотрите 12 канал и ждите появления вопросов о самых интересных местах Омской области. Шаг 2. Сканируйте QR-код и присылайте ответы в чат-бот 12 канала в Телеграм. И шаг 3. Участвуйте в ежедневном розыгрыше и получайте призы от Макфа. Открывайте красоту России вместе с 12 каналом и торговой маркой Макфа. Спонсор проекта АО Макфа. Макароны номер один в России. Информационная поддержка. Радио Монте-Карло Омск. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. И о погоде. Сегодня 15 мая в Омске ясно, без осадков. Дневная температура составит 12-15 градусов выше нуля. В районах также солнечно. Днем до плюс 18. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Прямо сейчас местные жители с Ольгой Чернышовой. До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова